Всем привет! Я Слана Гаспорович и добро пожаловать на мой канал Дом Творчества. В этом видео я покажу, как легко и просто сделать такие замечательные валентинки. Такими валентинками, потрясающими работами вы можете порадовать своих родных и близких. И для работы нам понадобятся старые джинсы, пайетки, стразы, бусины, кружево, тесемочки, ленточки. Все, что у вас есть и на все, что у вас хватит фантазии, чтобы украсить наши такие замечательные красивые сердечки. И, конечно же, нам нужен шаблон нашего сердца, который вы можете легко сделать сами своими руками. Не составит это никакого труда. Берем шаблон нашего сердца и переносим его на изнаночную сторону наших джинс. Делаем две таких детали. Это будет верхняя часть нашего сердечка и нижняя. Если вы выкройки учли, припуски на швы, то тогда будем вырезать нашу деталь строго по контуру. Если нет, то возьмите на 7 мм, чуть больше. После того, как мы перенесли наши детали на нашу ткань, мы ее выкраиваем. Осторожно, строго по контуру выкраем деталь. У вас должны получиться вот такие две детали нашего сердца. Теперь переходим к самому интересному и начинаем декорировать наше сердечко. Можно взять кружево, пришить на него пайетки, стразы, все это закрепить и у вас получится примерно вот такое чудесное сердечко. А я возьму тесьму кружевную, расположу ее вот таким вот образом, заколю булавочками, возьму бабочку декорированную и пришью ее. Возьмем ножницы, отрежем ненужную нам ленту и начинаем собирать наше сердечко. Для этого две детали складываем лицевой стороной внутрь и прокладываем строчку, машинную либо ручную строчку. Дальше, если вы хотите, чтобы у вас получилась вот такая петелька, для того, чтобы наше сердце можно было куда-то подвесить, либо использовать как брелок, мы берем обычную тесьму тонкую, вкладываем ее в нашу деталь сердечко, закрепляем, чтобы она при шитье никуда у нас не убежала. Закалываем булавочкой для прочности и прошиваем наше сердце. Для того, чтобы мы могли его вывернуть, наполнить, оставляем небольшое отверстие. Совмещаем наши края детали и прокладываем строчку. Проложили строчку ровненько, после чего нам обязательно нужно сделать надсечки на наши детали. Это для того, чтобы после того, как мы будем выворачивать наше сердечко, края были ровными и красивыми. Это можно сделать ножницами зигзаг, но если нет у вас таких ножниц, то обычно насекаем простыми ножницами по всему контуру. Только будьте внимательны, чтобы не задеть нашу строчку. И берем, выворачиваем наше сердечко через отверстие, которое мы оставляли. Очень аккуратно, чтобы мы его не повредили. Если не получается выровнять края, то берем в помощь себе любой колышек. Можно взять булавочку и выпрямить аккуратно все уголки. Дальше, через отверстие мы наполняем наше прекрасное сердечко. Любым наполнителем, который у вас есть, синтепон, синтепух, плотненько-плотненько набиваю. Распределяем равномерно по всей детали. Сначала это дальние уголочки набиваю. И набиваем до тех пор, пока наше сердечко не получится такое кругленькое, пухленькое, красивенькое. Отверстие, которое мы оставляли для того, чтобы наполнить сердечко, зашиваем потайной строчкой. Делаем это очень аккуратно, красиво, чтобы она не была у нас заметной. Делаем узелочек, чтобы строчка не распустилась. А конец нитки мы можем оставить в нашем сердечке. Берем иголку, пропускаем через сердечко и конечек обрезаем. Вот так делаются валентинки к 14 февраля. Они совсем не сложны и специальных знаний не требуют. Я надеюсь, вам мой мастер-класс понравился. И вы обязательно сделайте такие валентинки. И порадуйте своих родных и близких. Если вам понравилось видео, и вы хотите узнать еще больше идей, как сделать красивые вещи своими руками из старых джинсов, тогда подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До новых встреч, друзья!